Алхамду лилляхи, раббыл аламين. Ашхаду an la ilaha illallah wahtahu la sharikalah. Va ashhadu anna muhammadnah abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ibad allahu, rabbi allaha. Бойтесь Аллаха и цените по достоинству этот день, день Арафата. Благодарите Аллах за то, что Он позволил вам дожить до этих дней. Потому что возвеличивать этот день и чтить этот день, И оценивать этот день по достоинству, день Арафата, должны не только те, которые в хаджи сейчас. Это должны делать все люди. И поэтому для нас с вами, для тех, у кого не получилось в этом году быть там, в Мекке, быть на Арафате, для нас с вами установлено в этот день такое великое поклонение, как сиям, как пост. Этот пост в день Арафата установлен как весьма желательная сумна. Не упускайте эту сумну. Ибо спросили посланника Аллаха, саллаллаху алей вассалям, про пост в день Арафа. И он сказал, юкаферу санатальмагдия вальбакия. Этот пост, пост в день Арафата, искупает грехи прошлого и будущего годов. Аллаху акбар, как мы с вами нуждаемся в том, чтобы хотя бы одно из наших прегрешений было искуплено. А здесь тебе предлагается искупление твоих прегрешений. Если ты искренний, от всего сердца, будучи муахидом, единобожником, будешь поститься ради Аллаха. Тебе предлагается искупление грехов за два года, прошлый и будущий. Как же больно сердцу, когда видишь, как в этот день кто-то из мусульман вместо поклонения Аллаху занят какими-то постыдными порицаемыми поступками, слушает музыку или слушает песни или занят просмотров той грязи, которой вещает телевизор или вещают какие-то сайты. А некоторые люди, да, пусть они не совершают грех, но они отвлекаются от поклонения в этот день, занимаясь вещами, которые в принципе не харам, но не время сейчас отвлекаться на эти вещи. Видишь, как человек какой-то где-то ездит или на каких-то экскурсиях или еще чем-то занят вещами вроде дозволенными. Ну, субханаллах, клянусь Аллахом, какой великий убыток ты понес, обменяв вот эти вот вещи вроде дозволенные на такие шансы, которые дает Аллах, субханаллах, в этот день. Поэтому я заповедую прежде всего себе, а потом вам, нам с вами, людям, у которых не получилось в этом году оказаться на хаджи, оказаться в Мекке, побольше, побольше в этот день, день Арафата, читать книгу Аллах, субханаллах, поминать побольше Всевышнего Аллаха, побольше обращаться к Нему с мольбами и с просьбами о прощении и с покаянием. И, конечно же, у кого есть возможность провести этот день в настоящем искреннем посте с Иами, ради Аллаха, субханаллах, и еще напоминаю вам, рабы Аллаха, что вообще все эти дни, сегодня и завтра, и послезавтра, и первые 10 дней месяца Зульхиджа, это великие дни, это самые лучшие дни в году, это то время, тот сезон, то время, которое предназначено для поклонения Аллаху, субханаллах, чтобы устремиться к Нему от всего сердца, чтобы к Нему воззвать, чтобы Его поминать, чтобы Его благодарить, чтобы Его возвеличивать, чтобы Его славить. Поэтому займитесь в эти дни, как никогда, теми деяниями, которые приближают вас к Аллаху, субханаллах, будь то пост, или намаз, или садака, или любые благочестивые, добрые поступки, ради Аллаху, субханаллах, потому что это период, период устремления к Аллаху, Господу миров. Если ты сейчас не устремишься, то когда ты собираешься устремиться? Если сейчас ты не покаешься, в этот сезон, в это время, предназначенное для этого, то когда? И еще, рабы Аллаха, не забывайте, сунной, которую забывают часто люди, в эти дни является произносить такие зикры, как тагли, ла и ла и ла и ла, Аллаху акбар, тагбир и тахмид, аль-хамду лиллах. Аллах, субханаллах, говорит об этом в Коране. Поминайте Аллаха в известные дни, а известные дни, говорит Ибн Аббас, это 10 дней месяца Зульхиджа. И передает Бухари в своем сахихе, что Абу Гурейра и Абдулла Абн-Умар, они выходили в эти дни, 10 дней Зульхиджа на рынке, и произносили там тагбиры. И люди, следуя их примеру, тоже начинали произносить тагбиры. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла и ла и ла и ла и ла и ла, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахи лхамд. Мы просим Аллах, субханаллах, чтобы Он позволил нам использовать эти дни, эти 10 благословенных дней наилучшим образом. Просим Его, чтобы Он наставил нас к искреннему покаянию, кто бы это насох. Чтобы Аллах, субханаллах, взял нас с вами за наши чубы и наилучшим образом направил нас к благому. Чтобы Аллах, субханаллах, сделал вот эти вот периоды, периоды поклонения Ему, сделал для нас прибылью и выгодой. Чтобы Он помог нам поминать Его и благодарить Его, и наилучшим образом поклоняться Ему. Рэм. Субтитры создавал DimaTorzok